Конкурс профессионального мастерства организации группы «Лукойл» название «Лучший по профессии по направлению электроэнергетика» собрал лучших рабочих четырех теплоэлектростанций Волгоградского региона. И вот торжественное открытие. Конкурсантов напутствуют от лица ветеранов энергетики и руководителей «Лукойл Волгоград Энерго». Состязания начались. Особенностью очередного, девятого конкурса, стало место его проведения. Впервые он проходил на базе высшего учебного заведения Московского энергетического института в городе Волжском. Внимающая энергетиков из Волгограда, Камышина и Волжского страна обеспечила все необходимые условия для проверки теоретических знаний и практических навыков конкурсантов. А это проверка знаний нормативно-технической документации, пуск моноблока, ликвидация аварийной ситуации, моделирование оперативных переключений, оказание первой помощи при несчастном случае, выполнение технологических операций по эксплуатации контрольно-измерительных приборов. При выполнении всех этих заданий использовались стенды, тренировочные комплексы и тестовые программы. Здесь у нас в данной аудитории проходит 4 этапа. В частности, это пуск и реверс асинхронного двигателя, настройка концовых задвижек, далее комплекс тренажера по оперативным переключениям ТВР, и также у нас тренажеры по кипам, установленные на тех дальних машинках. На этом этапе проходит проверка практических знаний сотрудников подразделения химводоподготовки. Сотрудники работают на компьютерных тренажерах, имитирующих работу стадии предочистки и схемы обессоливания воусских тыц. По мнению председателя конкурсной комиссии, зам генерального директора главного инженера ООО «Лукоево-Волгоградэнерго» Олега Седлецкого, все конкурсанты боролись за победу в равных условиях и показали хорошие результаты. В течение трех дней 28 участников выполнили каждые по четыре конкурсных задания. 30 судьи оценивали теоретическую подготовку и профессиональные навыки. Перед ними стояла тяжелая задача – из лучших выбрать лучших. При том, что все команды показали достаточно высокие результаты и к концу финального дня набрали максимальное количество очков. Но я считаю, что все со своей задачей справились. Со своей стороны участники конкурса отметили высокий уровень конкуренции. Важным для них стал обмен опытом со своими коллегами. Соперники, на мой взгляд, были сильные. Со второй станции мы шли, прям у нас одинаковые были баллы. На конкурсе условия равные были для всех, все одинаково готовились, принимали участие, соревновались. Соперники в этот раз, конечно, попались сильные, конкуренция была сильная тоже, борьба ожесточенная. Так что победил сильнейший, как говорится. Конкурс дает дополнительные знания, повышение навыков, то есть как общее развитие и, соответственно, общение с коллегами, обменом опытом, вот так вот можно сказать. Интрига сохранялась до конца конкурса, и его результаты показали готовность работников станции к эффективной работе и применению новых технологий. Цели однозначно достигнуты. Мы все-таки целью ставим подготовку персонала, не конкретно на этих соревнованиях, а на производство, на те сложные процессы, которые у нас происходят на станции. Ну и, конечно, главная цель у нас в этом году, это участие уже в наших корпоративных соревнованиях в городе Краснодар. Надеемся, что мы там достойно выступим. И те победители, которые сегодня будут определены, они будут представлять уже наши объекты на таких больших соревнованиях. И также в этом году у нас предстоят большие всероссийские соревнования. Соответственно, вот этот этап подготовки, он даст основу, базу для следующих выступлений. По итогам конкурса в номинации «Старший машин из котельного оборудования» первое место занял Александр Соловьев. «Волгоградская ТЭЦ-2» компании «Лукоя Волгоград Энерго». В номинации «Машинист центрального теплового щита управления Котлами» лучшим стал Алексей Ушаков, ООО «Тепловая генерация города Волжского». В номинации «Старший машинист турбинного отделения» первое место присуждено Константину Маршеву «Волгоградская ТЭЦ-2». Лучшим по специальности «Машинист центрального теплового щита управления паровыми турбинами» стал Вадим Михеев «Волжская ТЭЦ». Первое место в номинации «Электрослесары по обслуживанию автоматики и средства измерения электростанции занял Андрей Емцов, Волжской ТЭЦ. В номинации аппаратчик химводоочистки электростанции название «Лучше по профессии» первое место заняла Юлия Иваненко, Волжская ТЭЦ – тепловая генерация города Волжского. В номинации «Электромонтер» по обслуживанию оборудования электростанции по итогам соревнований первое место у Никиты Зотова, Волжская ТЭЦ. Теперь победителям предстоит защитить честь компании в соревнованиях федерального уровня. Субтитры создавал DimaTorzok